не лучшее время для визита в блок 13 привет реактор за дверью и вниз по лестнице давай держись там здравствуйте дорогие друзья с вами разы и мы сегодня поиграем в шутер-выживалку remnant from ashes шутер на выживание от первого лица действия которого происходят постапокалиптическом мире что чтоб тебя я чуть у меня аж душа в пятки ушла сюда редко кто заходит ты не из местных да я эйс эйс катерил а ты я ищу реактор да что ж ты у цели но эту рухлядь опасно включать так знаешь как включить реактор неужели это так сложно ну а как включать реакторы дело непростое счастье все что требуется нажать кнопку на терминале над нами я бы и сама могла но кто знает что за твари бродит вокруг но раз мы вдвоем может исправимся ладно у меня есть план ты идешь наверх и врубаешь реактор я помогу если кто нападет тебе наверное нужно оружие да погоди сейчас поищу охотник мастер боя на дальних дистанциях отступник специалист поддержки на средней дистанции эксперт по боям близне близней дистанции давай дальних это нам поможет пора запускать реактор хватит терять время запустите терминал над реактором опачки меч появился прикольно а чё я собира могу убить а чё хватит терять время подожди чтобы сменить оружие нажмите икс а кинжал как достать кинжал хочу хочу кинжал 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 дайте мне кинжал я так контрол альт присесть ну ладно 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 без кинжала будем так поднимемся наверх так для продолжения нажмите пробел запустить реактор запуск реактора так поднимемся так поднимемся опачки класс класс истопедик а патроны для пистолета плане не нет, давай с ружьем класс, как это охуенно играется класс пойдет игруля пойдет так, нажимать так, а сенсой, что за хуйня, где тут настроечки а я тут не могу, паузы нажать что мне надо? а, выжить на время блок так, куда ты? так, спасаем девочку так, что за хуйня так, что за хуйня а, выжить на поле и не в порядке и не в порядке и не в порядке Вот так ты лучше. Ты хорошо сражаешься. Правда хорошо. Не зря Форд тебя прислала. Давай, поспеши к Форду. Заглядывай в мой магазин, ладно? Получишь скидку за доблесть в бою. Вернуться к командиру Форду. Класс. Перекаты, вообще, те мошки. Чётенькие. Так, баночек для человека у меня нет. Я думаю, тут навыки будут тоже в дальнейшем. Ты рискуешь многим ради тех, кого не знаешь. Мне просто нужно продолжить путь. Ах, да. Ты же пытаешься попасть на тот островок, да? Когда слухов мало, они разносятся быстро. Послушай, мы не так давно знакомы, но я хочу помочь. Сама... Сама судьба ведёт тебя, понимаешь? Ты наверняка спасёшь наших... Мне просто нужно выбраться отсюда. Не волнуйся. В конце концов, судьба и тебя найдёт. Вот. Пусть будет у тебя. Немногим удаётся сохранить доброту в таком мире. Драконе сердце? Говорят, эта безделица отгонит даже смерть. Хоть и ненадолго. Захочешь ещё чего-нибудь прикупить для своих походов? Заходи. Ой, здесь своё место. Мы вдвоём продаём много ценного. Но этот камень... Тебе подарок. Береги его. Почему ты так добр со мной? Потому что остальной мир жесток. Должен же быть баланс. И ещё. Элен. Ну, то есть командир. Знает про этот остров больше, чем говорит. А... Спроси-ка её, обоснователе блока 13. Эй, бродяга. Драконье сердце восполняет потерянное здоровье. После нескольких применений предмет лишается целебной силы. Заряды драконьего сердца пополняются во время отдыха у контрольной точки, а также после гибели персонажа. Для использования нажмите Q. Кью. Круто. ХП-шечку восполнили. Так, кому мне идти? Вернуться к командиру Форду. Командир Форд, это кто? Все, чтобы они ещё были подсвечены. Может, тут где-то он. Командир Форд. Командир Форд, вы где? Так, не, это бомжи местные. А, вот, наверное, он. Он тут самый... Самый такой жесткий. Он следит за мной. Эй, Форд хочет тебя видеть. Не заставляй её ждать. Не. И... Ага, это женщина. Уже M нажать нужно. А, вот она. Да? Спасибо за помощь с восстановлением энергии. Правда. Это уже ты. Дурной знак. А, это массовка местная. Я понял. Ага. Так, почти на второй этаж сходим. Посмотрим. Так-так, вы очнулись. А вы? Умеете удивлять. Оказались у наших ворот. Пережили бой с корнем. Вернули нам электричество. Я командир Форд. И это моя база. А вы уж, простите, непрошенный гость. Но мы благодарны вам за помощь. Вижу, Реджи дал вам драконье сердце. Он бы не расстался с таким мощным артефактом безвесткой причины. Он упоминал основателя блока тринадцать. Думаю, его записи вам пригодятся. Что ж, Реджи хоть и простоват с виду, но редко ошибается в людях. Вы доказали, что вам можно доверять. Взамен я хочу помочь вам. Мне нужна ваша помощь. Громкие слова для того, кого еле спасли. Вряд ли вы долго протянете без помощи. Рикс и Маккейб внизу выдадут вам снаряжение. Ступайте. Затем зайдите ко мне. Улучшить снаряжение с Ригасом в арсенале. Ригас. Ну, господи, почему вы не подсвечиваетесь? Я должен искать вот этого Ригаса. Так, я быстрее изучу. Я надеюсь, ты Ригас? О! Привет! Рад, что ты в норме. И добро пожаловать в Блок 13. Это ты мне помог? Я постарался тебя подлатать. Что ж, ты крепкий орешек. Я Риглер. Но все зовут меня просто Рикс. Твой... А, Риглер. ...меч. Он пострадал в бою. С ним я уже ничего не смогу поделать. Когда мы тебя нашли, клинок был расколот. Просто груда металла. Форд рассказал о твоей помощи и приказал подготовить тебя к вылазке в город. Хм. Возможно, твой клинок все-таки пригодится. Дай-ка его сюда. О, тут крафтенецкий есть. Офигенная. И вообще крутая игра. Рикс улучшает ваше оружие и броню. Если принести ему найденные или полученные за убийство врагов материалы, по мере улучшения оружия и брони, вы сможете давать отпор все более сильным противникам. Так, урон 57. Улучшение у меня есть 200 копеек. Что улучшить? Я думаю, оружие лучше. У меня есть... Шесть. Необходимые материалы. Железо шесть, а у меня четыре. Дополнительные характеристики. Вау! 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 Электрика. Мороз. Корр. Коронавирус, что ли? Рад. Радиация. НЛ. Генно-модифицированные мутанты. Огонь и кровотечение. Это... Ну, корона тут слабенькая, двоечка. Атака 55. Блин, прикольно. Критический урон 50%. А че? Не понял. А, это характеристики моего персонажа. Это то, что я могу, типа, себе возьму оружие. 55. Непонятно, непонятно. Ладно. Улучшить. 60 на пятерочку урон больше стал. Неплохо, неплохо. Ну что ж, так лучше. Вот. В общем, возьми это. Вещь не самая прочная. О май гад. Хоть какая-то защита. А, вот так. Теперь получше защищаем. Хоть и мелочь, а поможет. Будущее. Чисто будущее. Ты можешь чем-нибудь поделиться? Запасов у нас, конечно, немного. Но на добро мы отвечаем добром. Заходи, если нужно будет улучшить оружие. Маграфончик неплохой такой. Пойдет. Но... Симпатично. Все симпатично сделано. Она не любит болтать попусту. А, вот это, наверное, она. Так это о тебе говорила Форд. Только дармоедов нам не хватало. Что сказала Форд? Сказала, что нужно снарядить тебя для вылазки. Как по мне, это пустая трата ценных ресурсов. Жаль, что командира можно впечатлить убийством пары полудохлых коряг. Раз Форд хочет, чтобы я тратила время на каждого встречного, давай поговорим. Я Маккейб, инженер. А ты, заноза в моей заднице. Я тебе не мелкая лавочница. Я не улучшаю всякий мусор. Ты всегда такая злая? У нас тут конец света, как бы. Так что есть повод для раздражения. Ладно, глянем, что у нас тут. Пока что это все. Неси детали, и я сделаю еще. Заплату. А теперь проваливай. Меня утомил твой треп. Ну и характер у тебя. Да, да. Модификации используются для усиления стрелкового оружия. Установив модификатор, необходимо зарядить его, нанося урон врагам выбранным оружием. Когда индикатор заряда будет заполнен, нажмите F, чтобы активировать модификатор. Некоторые модификаторы активируются сразу, другие делают доступными дополнительные режимы ведения огня, позволяя производить смертельные выстрелы. Чтобы установить модификатор, откройте рюкзак. Затем выберите подходящее стрелковое оружие и нажмите X. Пусто использование. Ух ты, модификатор. Ну для этого нет модификатора, и для ножа нет, и для пистолета есть. Что он делает? Отмечает для... Блин, это очень интересная игруля. Очень крутая. Отмечает для заклинателя его союзников всех врагов в радиусе 35 метров. Шанс нанесения критического урона по помеченным врагам повышается на 10%. Длительность 30 секунд. Так, ну модификатор есть. Вернуться к командиру Форду. Вижу на вас новое снаряжение. Рикс и МакКейб знают своё дело. Надеюсь, это поможет вам в пути. Мы пока не можем открыть ворота, но... Основатель Блока 13, мой дед, дал мне этот ключ. Сказал использовать её только в крайнем случае. Что ж, этот случай настал. Учитывая, что вы пошли на риск, чтобы помочь нам, Думаю, вы подходите. Вот, возьмите карту. В главном зале внизу есть терминал. Вставьте в него карту. Если повезёт, мы включим эту штуку. Спасибо. О, не благодарите. Опачки. Это она мне пароль от современного компуктора дала. Так, и чё? Не, нифига. А, вот, вот. Как мне его? Ага. Два раза надо было кликнуть. И чё? Ага. Чтобы продолжить, нажмите любую кнопку. Командно-административный терминал Блока 13. Доступ разрешён. Запустить. ДАТЛА. Запустить дятла. Потрясающе, не правда ли? Я читала об этом, но никогда сама не видела. Этот красный глаз может быть нашим единственным путём во внешний мир. Хотите выбраться отсюда? Это ваш шанс. Вы упомянули основателя. Прежним командиром был мой дед. Его называют основателем Блока 13. Когда Корень впервые напал, он собрал людей здесь, в Блоке 13. Он пытался узнать, откуда взялся Корень. Провёл много времени в поисках. Однажды он не вернулся. Я так и не узнала, что с ним стало. Думаете, он жив? Он знал внешний мир лучше любого из нас. Мне проще думать, что он погиб. Снаружи Блока 13 есть комната. Записи в ней могут помочь в его поисках. Он мог быть последним, кто знал, как добраться до Аттола. Послушайте, я знаю, вам и всем остальным было нелегко. Но вы справились ради нас. Я благодарна. Если захотите вернуться в Блок 13, мы всегда будем вам рады. Уведомление. Теперь к этой игре можно присоединиться. Так, чего рюкзачок? Сумка выживальщика. Используйте этот предмет. Эликсир побега. При использовании герой возвращается на последнюю активированную контрольную точку. Материалы, таланты. Новый дали какой-то. Информация о таланте. Здоровье. Блин, как это все. Прикольно, мне нравится. Обожаю такие игры. Ага, это на меня уже одели, я так понял. Броня 12. Так, что-то у меня таланты не появились. Никакие. Угу. Я думаю, этот камень меня сейчас отправит куда-то. Это че такое? Открыт режим выживания. Чтобы перейти в режим выживания. Отправляйтесь в блок 13. Воспользуйтесь камнем мира и откройте настройки мира. Настройки мира. Компания, приключения. Давай компанию. Ага, шторм. Перезапуск компании. Из пепла. Шторм приближается. Корень набирает силу. Найди путь к атоллу и уничтожь источник корня прежде, чем погибнут последние остатки человечества. Давай выживальщика. Для более опытных игроков. Я думаю, я более опытный игрок. Время игры ноль. Ага. Это я настроил кампанию. Понял. Настроил теперь. Куда я тэпнулся? Куда я тэпнулся? Ага. Это он меня вывел наружу. Класс. Так классно что-то новое открывать. Вообще по кайфу. Опа, доброго времени суток. Папа, я умираю. Это не изменить. Мне всегда казалось, что меня... Что меня либо убьет корень, либо я буду жить вечно. Как ты. Но не всем суждено стать героями. Ты единственный в мире, кто думает, что сможет остановить корень. Ты ведь знаешь это. Остальные просто пытаются жить как могут. Нам с ЛН пришлось научиться жить без тебя. Я не буду снова пытаться остановить тебя. Просто не думай, что ты приносишь себя в жертву ради нас. Хватит с нас жертв. Всегда с тобой твоя дочь, Надин. Так, Б. Пропустить. Так, это я читал. Так, хватит. Ну, ключ-карта от блока 13. Угу. Что непонятно. Окей, прицепили как это. Как оленя, блин. Собираем и собираем. Опа. Вот сейчас. Ага, это просто декоративочки. Так, сейчас мы выйдем на улечку. Вау. 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 Красота. Чувствую себя сталкером. Опа. Сразу мобы, братишечки. Так, а что у меня по заданиям? Ээээ. Карта. Таланты. Наверное. Мне надо уничтожить зло, блин. И все, я так думал. Там кью. Ай, ты зачем его из... Опа, зелье какое-то бахнул. Бинтики есть. Че за зелье я бахнул. Эликсир просвещения. Повышает получение опыта на 25%. Выкачка персонажа. Вау, это... Я кайфую. Класс. Шута, братишечка. Так это еще в кооперативе можно выпрямлять. А кто это сказал, я сказал? Лом. Патроны для пистолета. Супер. То, что нужно. Не рычи. Все будет хорошо. Блин, асикадочку ему поставить. А ну иди сюда. Так, я же хотел настроечки, блин. Ааа, тут же паузу нельзя нажать. Ёпаный врод. Да, да, да. В хауне все будет хорошо. Да, да откуда вы лезете, господи. Можно мне секундочку, пожалуйста, я хочу сенсу настроить. Все? Управление. Геймплей, наверное, тут что-то. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это тут должно быть. Не управление. Геймплей. А вот чувствительность... О! Вот это мне нравится. Вертикально и горизонтально. Ээээ... Вертикальная чувствительность прицела. Горизонтальная чувствительность прицела. Вертикальная чувствительность оптики. А это оптика. Это обычный прицел. Жесть. Вот это... Вот это я понимаю настроечки. Ты просто... Настраиваешь под себя, как ты хочешь. Вот хочешь сделать вот... От третьего лица. Блин. Хорош... Ну, чувствительность, какую ты хочешь. Чтобы быстро вертеться. Там прицеливание. В режиме прицеливания тоже чувствительность, какую ты хочешь. Четенько. Четенько. Такие задачи. Что мне надо делать? Тут лазить, собирать, убивать, качаться? Ну, квестики какие-то там. Опачки. Хедочку? О! Хедулечку поставил. Сейчас посмотрим, куда нас дорога заведет. Ну, красивенько сделано. Все плавненько идет. Так, это чья-то база, а не чья это? Ага, контрольная точка. Зайти мы не можем. Будем искать вход. Надо еще сенсу подправить. Опа-папачки. Это моб большой. С топором. Ух, нихера себе. Пока, брат. Давай, давай. Давай, 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 давай. Класс. Как это офигенно играется. Просто кайфово. Кайфово. Бля, жаль, она не онлайновая. Главное, что в кооперативе можно играть до трех человек. Вот это самое классное. То, что вы со своими друзьями. Или другом. Или подругой. Можете вместе поиграть. Тай-тай-тай-тай. Да, постапокалипсис. Это просто круто. Что ты там рычаешь? Не рычи. Так, а у меня патрончики-то не вечные. А я могу делать патрончики? Или мне надо на базу возвращаться? Патроны для винтовочки. Ага. С мобиков все-таки падают они. Так, наверное, сейчас дойду до контрольной точки. И на этом закончу. Потому что игра очень затягивает. Очень сильно. Не ходится дальше. Идти играть и играть. Графически игра где-то на шестерочку, наверное. На семерочку. Геймплей девяточка. Мне такое нравится. Опа, паркурчик есть все-таки тут. Все-таки есть паркурчик. Какой-никакой, но паркурчик есть. Мы исследуем территорию. Да, это мы дошли до контрольной точки. Мне не удалось найти никаких следов основателя. Или узнать путь до Атолла. Но красный кристалл вывел меня из блока 13. Может, в городе я смогу найти хоть какую-то зацепку. Да, крутецкая игра. А то, что такое за туча. В виде дерева. Непонятно, непонятно. Исследуем мир. Вместе с Розе. Какое чувство, что графика где-то я так увидел. Алан Задарк, что-то типа того. Графончик, что-то похожее есть. Так, а там она мне показывает на карте, что... Да я могу там запрыгнуть, наверное. Что это такое? А, люк, канализация. Да, жалко, что не полностью открытый мир. Так, это типа данжик какой-то. Опа, контрольная точка. Во время отдыха персонаж пополняет боеприпасы и драконьего сердца. Однако, все убитые обычные враги возрождаются. В многопользовательской игре также воскрешаются союзники, чтобы отдохнуть. Контрольной точкой должны воспользоваться все члены отряда. Опа, ёжик какой-то. Так, ладно. Какие-то ёжики. Но это мы узнаем в следующей серии. Дорогие мои друзья, подруги. Просто хорошие люди. С вами был Розе. Всем до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»